Друзья, приветствую вас на канале самообучения и развития. И сегодня мы поговорим на очень необычную и довольно спорную тему о том, могут ли приходить к нам во снах уже ушедшие в мир иной, умершие близкие нам при жизни люди и наши прямые родственники, а также о том, что это может значить для нас, какие сведения мы можем подчеркнуть, да и что мы вообще можем предпринять, если с нами случается подобное. В прошлый раз мы уже рассказывали о том, могут ли к нам приходить души умерших наяву, как и когда и почему это может происходить, но вот сон совершенно другое дело, ведь во сне мы в отличие от нашего обычного состояния не уверены в реальности происходящего, и вполне возможно, что во сне просто видим то, что сами хотим увидеть, ну или наоборот наш мозг просто дорисовывает то, чего мы подсознательно или сознательно боимся в реальности. Так думают большинство современных ученых и медиков, но что если сон и реальность это две грани одной действительности или даже две параллельные реальности, где граница между сном и бодрствованием, тем более, что чаще всего во время сна мы даже не сознаем, что спим. Хотя с другой стороны искусство осознавать себя во время сна однозначно существует и на эту тему написано очень много книг, но достигается все это путем длительных тренировок. При этом, если человек может осознать себя во сне хоть как-то, пусть даже и путем тренировок, то уже можно сказать, что это своего рода реальность. Но возникает вопрос, можно ли при этом сказать, что сон это менее полноценная реальность, чем та, в которой мы привыкли жить? К примеру, если какому-нибудь человеку снится, что он бабочка, порхающая с цветка на цветок? Может ли он быть уверен на все сто процентов, что он человек, которому снится, что он бабочка, а не бабочка, которая снится, что она человек? Да, при этом в большинстве случаев мы все же твердо убеждены, какая из двух реальностей является настоящей, а какая иллюзорной. Тем более, что утром мы всегда просыпаемся именно в этой. Но существует мнение, что мир наших сновидений не менее реален, чем привычный мир нашей жизни. И все, что происходит там, в царстве ночных иллюзий, происходит вполне реально. Иван Петрович Павлов, да-да, тот самый, который кормил собачку при свете лампочки, о снах говорил так. Сны – это небывалая комбинация бывалых впечатлений. И если сейчас вы вспомните последний свой сон, то наверняка отметите, что если разобрать этот сон на фрагменты, то все это вы уже видели, слышали, чувствовали в реальной жизни. Сон – это как пазл из впечатлений, собранный неправильно. Также, согласно мнению современных медиков, мы не можем видеть во сне то, чего не видели в реальной жизни. Потому что картинки для сна берутся из нашего подсознания, а там хранится только та информация, которую мы в себя погрузили. Поэтому, если человек никогда не видел, к примеру, жирафа, даже на картинке, то в случае, если он будет убежден, что ему приснился жираф, вид у этого животного будет далек от реального образа. Иными словами, сон считается бессмысленным набором воспоминаний или, в лучшем случае, голосом нашего подсознания. Но не все так просто. Психолог Карл Густав Юнг выделял еще одну область нашей психики – коллективная бессознательная. И вот это уже интересно. Ведь, согласно его теории, все мы на глубинном уровне нашего бессознательного связаны с друг другом и можем обмениваться информацией. Этот уровень психики лежит очень глубоко, намного глубже личного бессознательного каждого человека. Коллективная бессознательная – это, кстати, концепция, которая сделала прорыв в современной психологии. Именно благодаря Карлу Густаву Юнгу удалось с научной точки зрения объяснить популярную религиозную концепцию о том, что все люди составляют собой единое целое и являются частицами одного космического сознания. Тем более, что она также нередко подтверждается на практике. Ведь в истории человечества есть немало примеров, когда на разных концах планеты люди, которые не были никогда знакомы друг с другом, пытались запатентовать одни и те же изобретения. Это породило затем немало спорных ситуаций, но объяснить это можно только с точки зрения коллективного бессознательного. Просто два человека одновременно подчеркнули ту или иную информацию из некого космического сознания или некой базы знаний, о которой также упоминается практически во всех восточных религиях. Однако вернемся к снам. Итак, вполне возможно, что существует некая коллективная бессознательная, информация из которого также может проникать в наши сны. И если это так, то каждый сон в теории может быть не только бессмысленным набором образов, но и предупреждением о чем-либо, знаком свыше или еще каким-либо откровением. Например, известный химик Менделеев утверждал, что его таблица приснилась ему во сне. Так ли это было или приврал легендарный ученый, на потеху публике достоверно неизвестно. Однако нет оснований сомневаться в честности уважаемого ученого, а это значит, что наши сны иногда таки могут транслировать нам жизненно важную информацию из коллективного бессознательного. Либо же вполне возможно и от какого-то отдельно взятого сознания или человека. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео, а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Также можно упомянуть о вещьих снах. Ведь есть десятки тысяч сведений о том, что люди видели сны о своем или чужом будущем, которые о чем-то предупреждали их или приходили какие-то ответы на сложные вопросы. И вот тут возникает вопрос о том, как же в таком случае относиться к появлению во сне умерших родственников. Вокруг этой темы сегодня действительно очень много мистицизма и почему-то считается, что слова, произнесенные во сне не случайным персонажем, а именно недавно умершим родственникам, имеет какой-то дополнительный и куда больше вес. Здесь важно понимать, что наш сон – это в большинстве случаев все же хаотичная активность нашего подсознания. Мозг во время сна отдыхает и заодно систематизирует полученную информацию за день. Если родственник умер недавно, то скорее всего мы часто думаем о нем. Обратите внимание, что также поэтому чаще всего нам снятся именно то, о чем мы думали или переживали за прошедший день. Таким образом, появление умерших родственников во сне – это чаще всего просто последствия наших переживаний наяву. Однако и просто отметать вообще всеподобные сны не стоит. Вполне возможно, что иногда во снах действительно имеет место быть какая-то связь с потусторонним миром, и ушедшая душа хочет о чем-то сказать. Может быть, о чем-то предупредить, а может сообщить о том, что ей нужна какая-то помощь, и она по ряду причин не может обрести покой без нашей помощи. Такие случаи тоже бывают и описаны тысячи раз в ненаучной литературе. К примеру, если умерший родственник просит завершить какое-то незаконченное им дело. К этому, возможно, стоит прислушаться. Чаще всего эзотерики говорят, что это значит, что душа этого человека не может обрести покой из-за того, что не выполнила какую-то задачу на земле. Также стоит отметить, что под видом умершего родственника с нами может разговаривать то самое коллективное бессознательное. Почему так? Как уже было выше сказано, к словам умерших родственников во сне человек относится куда с большим трепетом и почтением, чем к словам, сказанным просто каким-то случайным образом из сновидения. И вполне возможно, что некое сознание или пусть даже информационное поле пытается что-то сказать или показать нам, используя для этого тот образ, который обладает для нас авторитетом и к словам которого мы с большей вероятностью прислушиваемся. Ну а верить ли нам на 100% беззаговорочно с нам, в которых мы видим умерших родственников или нет, вопрос спорный. Пожалуй, чаще всего это зависит от того, что именно пытается нам сообщить умерший родственник, а также в каких условиях это происходило. Если сказанная им какая-то бессмыслица, скорее всего не стоит воспринимать это как очень важный ребус, который нужно разгадывать после этого годами с высокой долей вероятности, это просто хаотичный поток информации нашего же подсознания. Но если же в словах умершего родственника прослеживается связанная логическая речь или мы услышали какие-то ответы на мучащие нас вопросы, возможно стоит использовать эту информацию. А также часто можно выделить еще один важный момент, это детализация и четкость сна, степень его запоминания, а также наше волнение после пробуждения. При прочих равных, конечно же, следует уделять большое внимание снам, которые лучше нам запомнились и чем-то нас сильно взволновали. Ну и конечно, если эти сны были очень яркими и правдоподобными, практически неотличимыми от реальности, особенно если в остальное время вам никогда подобное и не снилось. Именно это те показатели, по которым можно пытаться отличить обычный ничего не значащий сон от действительно важных. Но и то, конечно же, никто не даст стопроцентную гарантию, что это все же не плод вашего воображения. Ну а дальше, если все-таки вы уверены в его важности, то сны можно попробовать научиться правильно разгадывать и интерпретировать. А это уже целая отдельная наука, вернее даже сразу несколько наук. Так как во снах могут быть важные числа, которые может помочь разгадать изучение нумерологии, а также множество других способов, которыми близкие или другие люди могут попытаться передать вам с какой-то информацией. Но с другой стороны, чаще всего подобные контакты во снах, если они приходят именно к вам, также должны быть вам более-менее понятны. Иначе их вам просто и не было бы смысла оставлять. Так что просто посидите и хорошенько подумайте, что это могло бы значить. И, скорее всего, ответ найдется. Ну а в более сложных случаях, если это действительно для вас важно, то, возможно, придется обратиться к помощи специалистов или всезнающего интернета. Ну и мы, в свою очередь, на канале обучения и саморазвития, еще будем говорить о многих подобных вещах, ранее считавшимися так называемыми псевдонауками, в том числе о научном подходе к нумерологии, астрологии, киромантии, эзотерике и многим другим подобным интересным, а, возможно, и во многом полезным вещам. Мира вам! Удачи! Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!